В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Сегодня в районном центре культуры и досуга состоялась торжественная церемония вступления Алексея Спасского в должность главы Ленинского городского округа. Вступая в должность главы Ленинского городского округа, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации. В кинотеатре «Искра» состоялось мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. Первый сольный концерт трио «Джаз Дэй» прошел на сцене Видновской детской школы искусств. В начале о главном событии. Сегодня в районном центре культуры и досуга состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению Алексея Спасского в должность главы Ленинского городского округа. В мероприятии приняли участие представители организации, предприятий, ветераны, представители общественности и духовенства, жители городского округа. Алексей Спаский произнес слова торжественной присяги. Вступая в должность главы Ленинского городского округа, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Московской области, устав муниципального образования, уважать и защищать права свободы человека и гражданина, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Ленинского городского округа Московской области. На торжественном мероприятии присутствовала заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная. Она зачитала поздравительный адрес от губернатора Андрея Воробьева. Вы долгое время работали на руководящих постах в муниципалитетах Подмосковья. Хорошо знакомы с вопросами местного уровня и понимаете, какая ответственность лежит на главах территориях. Губернатор также выразил надежду, что управленческий опыт Алексея Спаского поможет ему успешно реализовать приоритетные для округа проекты и оправдает ожидания жителей муниципалитета. Сразу после церемонии вступления в должность Алексей Спаский отчитался о работе муниципалитета по итогам 2019 года, а также озвучил планы на год нынешний. Подробнее расскажет Максим Козлов. Экономика и финансы, социальная сфера и образование, здравоохранение и строительство. Спектр вопросов, которые упомянул Алексей Спаский в своем отчете, был весьма широк. В первую очередь глава городского округа озвучил финансовые итоги работы муниципалитета. По большинству показателей был отмечен рост относительно 2018 года. Общий экономический оборот за 2019 год составил 465,8 миллиарда рублей. Прирост относительно 2018 года 6,1%. Основные показатели экономического развития носят позитивный характер. Большинство предприятий сохранили рабочие коллективы, увеличили объемы производства, обеспечили своевременную выплату заработной платы. Алексей Спаский отметил, что округ является одним из лидеров Московской области по привлечению инвестиций. За 2019 год было привлечено почти 37 миллиардов рублей. Наша задача на 2020 год. Привлечь на территорию не менее двух крупных инвесторов, увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, создать 2500 новых рабочих мест. Обеспечить поддержку предпринимателей предоставлением на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию затрат в размере не менее 2 миллионов рублей. Говоря о социальной сфере образования, Алексей Спаский упомянул о том, что с 1 сентября помимо 6 тысяч рублей за классное руководство, будет добавлено еще 5 тысяч рублей. В итоге доплату в размере 11 тысяч получат более 800 классных руководителей округа. Он отчитался об открытии в муниципалитете двух школ и трех детских садов. Задачей текущего года является открытие минимум 4 детских садов на 360 мест в жилом комплексе «Пригород Лесное», на 155 мест в микрорайоне «Зеленая аллея» и двух садов по 120 мест каждый в жилом комплексе «Римский квартал» в развилке. Также в ближайшие три года мы должны создать более 5 тысяч дошкольных мест. В 2020 году должны быть открыты минимум три школы. На 550 мест в поселке Дрожжино, на 1100 мест в деревне Месайлово, также к концу года появится и новый корпус видновской гимназии на 250 мест. Отчитываясь о работе в сфере здравоохранения, глава городского округа отметил, что главный вектор работы муниципалитета – качественное улучшение первичного звена поликлиник, амбулаторий, фапов, скорой помощи. Задача на 2020 год. Открытие поликлиники на 450 посещений в смену в Дрожжино, также ремонт взрослой поликлиники. В этот период нам необходимо грамотно организовать работу учреждения, чтобы люди могли обратиться в удобное для них время, не испытывая трудности при записи к врачу. И при лечении медучреждения не менее 10 специалистов. Говоря о жилищном и дорожном строительстве, Алексей Спаский рассказал, что в 2019 году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью более 720 тысяч квадратных метров. А в рамках программы губернатора «Дороги Подмосковья» на территории поселений Видной и Горки-Ленинские было отремонтировано 10 автомобильных дорог. И здесь глава озвучил приоритетные задачи. Завершение строительства выезда из 6-го микрорайона на трассу Дон. Выполнить первый этап работ по обустройству двух автомобильных полос на выезде из деревни Тарычева. Сделать капитальный ремонт дороги Калиновка-Сопронова-Ермолина, кругового перекрестка проспект Ленинского-Комсомола-Березовая-Советская и пересечение улиц Школьной и Советской в городе Видна. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства глава городского округа отметил несколько позитивных моментов. Среди них комплексное благоустройство на 15 дворовых территориях и общественные зоны отдыха у кинотеатра «Искра». Завершение работ по строительству КНС «Купеленка», реализация национального проекта «Чистая вода». Задача этого года – обеспечить выполнение благоустройства не менее 15 дворовых территорий, выбранных по итогам голосования на портале «Добродел» и обращений к гражданам. Благоустройство подлежит и территория Свера-Сосетки. В соответствии с региональной программой капитального ремонта в ближайшие три года в округе будет выполнен ремонт 53 многоквартирных домов на общую сумму 442 миллиона рублей. В 2020 году планируется отремонтировать 23 дома. Из них 7 будет заменено 18 лифтов. В заключении своего отчета Алексей Спаский напомнил собравшимся, что 2020 год для городского округа будет богат на события и призвал граждан района на должном уровне встретить 75-летие победы, провести чемпионат Европы по Мотоболу и отметить 55-летний юбилей города Видное. В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о новых способах региональной поддержки семей с детьми. Так, к примеру, на три пункта снизится процентная ставка по ипотеке при рождении первенца в 2020 году. Мы поинтересовались у видновчан, знают ли они о нововведении. Власти Московской области расширили меры региональной поддержки семей с детьми. Так, при рождении первенца в 2020 году ипотечная ставка для семьи будет снижена на 3%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на ежегодном обращении к жителям региона. Мы поинтересовались у жителей муниципалитета, что они думают о нововведении. Оказалось, что подавляющее большинство даже не слышало об этом. Не знала даже об этом, да, первый раз слышу, но это было бы здорово очень. Да, так что это актуально, во-первых, первый ребенок как раз. Нет, не знаю. А как вы считаете, вообще вот такая вот форма поддержки, она вообще актуальна для молодых семей? Да, конечно, очень стимулирует к рождению еще детей. Да, знаем. Знаете. Так, и как вы считаете, вообще полезно нововведение? Да, я думаю, что для нуждающихся в жилье, конечно, это будет полезно. Побольше, если бы была бы ставка. В смысле поменьше, тогда было бы полезно. Три процента, не знаю. Слишком мало? Да, маловато, надо побольше. Это хорошо, поддержка для детей, для матерей. Я слышала, что ввели новые реформы. Я думаю, достаточно здорово, что они и на первого ребенка сделали материнский капитал. Это старт для новой семьи. Очень здорово. Обязательные условия для снижения ставки – подмосковная прописка родителей, рождение, регистрация ребенка и приобретение жилья на территории Московской области. По мнению чиновников, новая мера региональной поддержки снизит стоимость квартиры и кредита в среднем на полтора миллиона рублей. Новая льгота не отменяет федеральной поддержки семьи в виде материнского капитала, который для первого ребенка сейчас составляет 466 тысяч рублей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВиднетВ. Защитники Отечества, проживающие на территории Ленинского городского округа, отметили грядущий праздник. В кинотеатре «Искра» состоялось мероприятие, посвященное этому дню. В 2020 году темой праздника стала знаменательная дата – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлия Пагасьян. Уже на входе гостей праздника, посвященного Дню защитника Отечества, встречал военный оркестр, который создавал торжественное настроение. В фойе кинотеатра «Искра» гости попадали в еще более торжественную обстановку. Здесь была организована выставка, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И экспозиции военно-патриотических клубов Ленинского городского округа. Ратника и заставы, где готовят настоящих защитников Родины. В клубе мы занимаемся подготовкой курсантов, детей к службе в армии. То есть у нас есть военно-патриотические, военно-прикладные виды спорта, такие как медицина, огневая подготовка, радиоподготовка и так далее. Многие ребята идут в структуру, то есть ФСБ, МВД, в армию, по контракту служить или просто. Им очень пригождается все эти навыки, полученные у нас в клубе. Много в этот день говорили о патриотизме. Ведь 2020 год особенный для нашей страны. Мы отмечаем юбилей Великой Победы. Виктор Гордеев – потомок фронтовиков. В военно-патриотическом клубе «Ратник» занимается поисковым движением. Сын и дочь служат в армии. Все это само собой говорит о его отношении к Родине. Родители не выбирают, она наша мать Родина. И наша молодежь еще, добавлю, очень прекрасная. Хоть и говорят, вот она не такая, она прекрасна. Она по любому зову, как и те 16-17-летние, приписывающие все это, пойдет защищать нашу Родину. С выставкой работ военно-патриотических клубов округа ознакомился и глава муниципалитета Алексей Спасский. Он отметил, что память нации о подвиге наших предков не уходит. И очень важно максимально много рассказывать подрастающему поколению о той войне. Большое внимание уделяется в том числе и ветеранам, которые много еще, которых, конечно, меньше и меньше, но многие из них еще вместе с нами и могут поделиться событиями тем, что я считаю, что это неоценимый вклад именно в развитие такого патриотического направленности. Торжественная часть праздника началась с награждения военнослужащих и ветеранов. С приветственным словом и поздравлениями с Днем Защитника Отечества выступил и депутат Московской областной думы Владимир Жук. На протяжении всей нашей истории, на протяжении истории Руси воинское дело было одним из самых важных, значимых и благородных профессий из всех. Этот праздник отмечают не только мужчины. Среди военнослужащих немало представительниц прекрасной половины человечества. Но, как бы то ни было, любой женщине хочется оставаться хрупкой и чувствовать рядом крепкое мужское плечо. Которое в любой момент могло прийти на помощь. Любви, весны, солнца, мирного неба над головой. По завершению официальной части мероприятия творческие коллективы Ленинского городского округа подарили гостям праздника, песенные и танцевальные номера. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня наш мобильный репортер стал свидетелем традиционного мероприятия, которое проходит в канун Дня Защитника Отечества. Сотрудницы госавтоинспекции с милыми улыбками на лице встречали на дороге водителей и вместе со студентами колледжа Московия поздравляли с наступающим праздником 23 февраля, вручая поздравительные открытки, сувениры и световозвращающие жилеты. Рейд прошел около пожарной части. Водители не ожидали, что останавливаясь по требованию сотрудников ГИБДД услышат в свой адрес только поздравления и пожелания безопасной дороги. В Витнамской детской школе искусств состоялся первый сольный концерт «Трио Джаз Дэй». Со сцены прозвучали как известные джазовые произведения, так и современные композиции в джазовой обработке. На выступления юных музыкантов побывала и наша съемочная группа. «Трио Джаз Дэй» – это братья Семеновы. Иван – саксофонист, Степан – барабанщик и пианистка Алиса. Коллективу всего один год. 20 февраля в Витнамской школе искусств состоялся их первый сольный концерт. Своё выступление юные джазовые музыканты начали с композиций Генри Манчини «Петер Ганн» и «Сент-Луис Блюз», написанный Уильямом Кристофером Хэнди в далёком 1914 году. «Сегодня будут известные джазовые стандарты, как «Караван», «Тек-файв». Мы этот репертуар взяли, потому что мы его очень давно знаем, и он отработан. Степан Семёнов и Алиса Рагулина – победители третьего сезона Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица». Именно там к ним и пришла идея о создании своего коллектива. Немного позже к ним присоединился Иван. Так появилось трио «Джаз Дэй». За столь короткое время существования ребята уже успели выступить на многих концертных площадках. Мы выступали в клубе «Козлова» в Москве и на музыкальном шоу «Музобразие». 13-летняя Алиса рассказала, что учиться играть джаз она начала в пять лет благодаря книге Игоря Бриля «Джазовой импровизации», которую ей подарила мама. Теперь в своем ансамбле она играет не только джазовые стандарты, но и современные композиции в джазовой обработке. Мне очень нравятся все эти произведения, и я прям кайфую от них. Поэтому, в принципе, это не заняло так много времени, потому что музыка идет от сердца, от души, и мне это очень нравится. Руководитель коллектива, преподаватель видновской ДШИ Анатолий Бельчиков признается, что он был в «Он поражен нестандартным мышлением ребят. Даже если где-то не хватает техники, они находят такие пути выхода из положения, что иногда это не под силу даже взрослым музыкантам». Атмосфера у них сказочная. Они друг друга понимают, даже не глядя друг другу в глаза, они понимают, куда надо идти, какой ход сделать, и гармонический, мелодический, ритмический. Они чувствуют друг друга просто на каком-то космическом уровне. Я поражаюсь такому. Они сыгрались сразу же. Зрители, пришедшие на концерт, с огромным удовольствием слушали и джазовые стандарты, и темы из художественных фильмов, таких как «Черный орфей» и «Розовая пантера», одаривая юных исполнителей бурными аплодисментами. Причем не только на заключительном аккорде, а и в моменты, когда музыканты по очереди начинали солировать. Мне очень понравилось выступление, особенно когда есть современные песни, это очень необычно. А так как джазовый фестиваль, я джаз не очень люблю, но мне нравится, потому что эта музыка живая. Они большие молодцы. И хочу сказать отдельное, мне очень понравилось, как играет барабанщик, как играет на пианино. Сексофон вообще офигенный, очень круто. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова